Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы начинаем традиционный прямой эфир программы «Мнение эксперта». Две недели назад министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с удовлетворением констатировали, что многоплановые двусторонние связи стран успешно развиваются. Немаловажную роль при этом играет молодежное сотрудничество. И сегодня с вами в прямом эфире Анна Горохова, директор по связям с общественностью фонда Горчакова. И в нас в гостях руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике, Российского информационно-культурного центра в Баку, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зинуров. Добрый день, Ирек Хайдарович! Добрый день, очень приятно! Вы меня так представили, я прям не знаю, что мне делать. Расскажите нам для начала, пожалуйста, по каким направлением сегодня развивается сотрудничество молодежи России и Азербайджан? По разным направлениям у нас проходят различные мероприятия. Сейчас даже в пандемию мы встречаемся, например, с такими организациями, как Ешлет, Астация русской молодежи, землячество. Мы работаем по направлениям, например, которые сейчас по молодежи, которые сейчас у нас в Россотрудничестве продвигаются. Это миссия добра, когда мы прорабатываем пока этот вопрос. Встречали здесь руководством по волонтерам, кто занимается. И пока вот предложили им эту идею, которая сейчас прорабатывается, когда волонтеры из России приезжают волонтерами в Азербайджан по разным направлениям. Они здесь работают какое-то время. И потом такой же взаимный обмен осуществляется с Россией. Также мы работаем по направлениям, когда по программе нового поколения отправляем на различные форумы, которые проходят у нас в России. Сейчас три форума, к которому мы направили ребят. Это форум Каспийский, который в Москве будет проходить. Это МАКС, Московский авиасалон, который будет проходить и в Казани. Казань сам. Туда мы тоже направляем молодежь. Как раз молодежь из общественных организаций Азербайджан, которые должны со своим проектом каким-то уже поехать, куда найти своих единомышленников. И с помощью этих единомышленников потом вернуться в Азербайджан и этот проект осуществить. Также мы большую работу здесь уже на месте проводим с местными неправительственными молодежными организациями, которых очень много в Азербайджане. Сейчас мы с некоторыми из них запустили такой, знаете, дворовый спорт. В мое детство у нас, точнее, с улицы, куда мы загнать нельзя было. Сейчас детей из дома на улице выживать нельзя. Поэтому эта проблема не только в России, в Азербайджане есть. И это поддержали. Вот сейчас пытаемся раскрутить это. Выходим сначала на частную школу, сейчас вышли, где будем с ней проработать, с директором недавно встречать, вместе с молодежными организаторами, которые будут выступать в качестве инструкторов, волонтеров, которые будут эти игры преподносить детям. И потом уже мы хотим выйти уже постараться во дворы. Тоже, например, такая молодежная организация неправительственная НПО, это ДАВАН. Здесь мы с ними уже запланировали в одном из дворов провести такие состязания. То есть многоплавная работа происходит с молодежным, взаимные сотрудничества, которые взаимовыгодны и азербайджанской стране, и российской стране. Наверное, все-таки самую продолжительную историю имеет сотрудничество Россия и Азербайджан в сфере образования. Интересно, о каких проектах последнего времени вы могли бы рассказать, какие самые важные отметить? Ну, наверное, все знают, самое главное, наверное, это то, что через Росслабуничество проходят годы, и молодежь, студенты, ой, точнее, не студенты, извините, а молодежь Азербайджана может получить образование в России. В этом году у нас где-то заявок было более 500, и где-то 212-214 молодых людей получили возможность, пройдя ситоотбору своеобразно, получить образование в России. Это великолепная возможность, и потребность растет, честно скажу. Даже в какой-то момент, общаясь здесь, среди молодежи, среди даже директоров школы, вы знаете, опять же вспоминаю, что был в частной школе, с директором разговаривал, она говорит, вот у меня воспитанники хотели бы учиться в России. Я говорю, а вы знаете, что у нас есть вот такая механистка, вот она говорит, нет, не знал. Я говорю, ну вот теперь будете знать, мы готовы вам помочь в конспорте правильно оформить документы, потому что документы все равно в любом случае можно будет правильно оформить. Потом мы проводим здесь такую масштабную олимпиаду на русском языке. Это вот в этом году в связи с пандемией, конечно, полномасштабно не получилось провести, но опять же какой-то момент это даже сыграло на руках. Мы провели олимпиаду на русском языке по Низами. Так как Низами, год Низами в Азербайджане, мы решили эту олимпиаду посвятить Низами. В конечном итоге более 3,5 тысяч детей из различных школ Азербайджана приняли участие. Тоже разные этапы были, эссе были, тесты были на русском языке. И 20 лучших и лучших мы собрали ПАКУ с Азербайджаном. И благодаря посольству Российской Федерации Азербайджана, благодаря Ассоциации русскоязычных учителей, благодаря Банку УТБ, который поддержал нас в этом проекте, нам удалось полномасштабно порадовать, я надеюсь, и детей, и родителей. Потому что, знаете, когда видишь слезы родителей после окончания, ну, слезы, знаете, к счастью, когда вот я увидел, наверное, понимаешь, что работаешь не зря. Это на самом деле вот в этот раз было, потому что детям предоставили возможность сыграть в игру такую, своя игра. А потом чемпионат по картингу им устроили. Это все благодаря тоже нашим всем общим усилиям, которые мы объединили. Опять же, еще раз хочу акцент сделать в том, что Банк в этом году нас поддержал, Ассоциации русскоязычных учителей и Министерство образования, конечно, без которого, Министерство образования Азербайджана, без которого этот проект принялся. И еще один проект по образованию – это Пушкиня, которая тоже была посвящена тоже и Пушкину, и за ней. Опять же, потому что год не заменит. Не заменит, все здесь многое в этом году связано. Тоже много детей участвовало, тоже прошло на ура. Спасибо у нас здесь Любовь Самокейна. Опять же, я вспоминаю Ассоциацию русскоязычных учителей, которую она возглавляет уже много лет. Это ее детище, которое на много лет уже проходит программу. То есть, вот таким образом образовательное проходит сотрудничество наше. В продолжении разговора об Олимпиадах, которые, прежде всего, Вы упомянули русскому языку, как относится сейчас молодежь Азербайджана к русскому языку? Востребовано ли в целом его изучение? Насколько эта идея имеет популярность? Вы знаете, тут я вот когда оказался, я оказался не так давно, в декабре месяце, стал узнавать, и сами азербайджанцы говорили. В какой-то момент, наверное, был такой провал в интересе к русскому языку. И многие азербайджанцы, например, не знают русского языка, например, русского, которые родились, воспитались в этот период. Сейчас эти родители, которые не знают русского языка, своих детей отдают в сектор русского языка, где проходовали на русском языке. Потому что они понимают, что у нас интеграция сейчас пошла, большая Россия-Азербайджан, и потребности на необходимость в русском языке возрастают. Так же, как я слежу, и азербайджанский язык в России тоже популярность проходит. На сайте profis.ru я смотрел данные, за последние данные 19-20-х годов несколько раз желающих изучать азербайджанский язык в России вырос. То есть у нас такой взаимный обмен, который происходит, получается. И какова роль Россотрудничества в таком случае в российско-азербайджанских гуманитарных отношениях, в том числе в популяризации русского языка на территории страны? Ну, как я уже сказал, это образование, да? Помимо всего прочего, у нас еще направление культуры есть, которое, наверное, еще больше, скажем, в нашем годовом плане занимает место. Буквально вот сейчас закончилось, например, такое мероприятие, как, у нас же прямого фильма, да, идем? А, ну, видите, великолепно. Сегодня День семьи и верности. Всех поздравляю с этим праздником, праздником Петра и Петра. И как раз мы сейчас пары отмечали, которые прожили более 25 лет. И были все тоже тронуты, великолепный концерт при помощи нашей консерватории, филармонии, наших девчонок, наших людей, которые работают в Россотрудничестве. Это было мероприятие проведено. Таких мероприятий у нас каждый день практически проводят. В связи с пандемией, естественно, мы не можем таким полномасштабным сейчас провести. Это такие, ну, с соблюдением мер, где-то по 20 человек бывает. Ну, даже, например, как вчера мы провели просмотр такого фильма, снятый при поддержке Министерства культуры. Точнее, он был снят Министерством культуры Российской Федерации. Аризо Габриат. Вроде как бы он к Азербайджану не имеет никакого отношения, да, но, знаете, как этот фильм, как тронул всех, кто его смотрел. Мы его уже два раза показали. Вместе здесь начинающий кинорежиссер, как это же правильно, женщина-кинорежиссер, как правильно назвать, в Афрой. Она так преподнесла это великолепно. Мы сначала в союзе кинематографистов посмотрели этот фильм «Знаешь, мама, где я был». А потом у нас еще в центре. И я, ну, иногда уже загоняют на какие-то мероприятия, да, ну, надо прийти, что-то посмотреть, и там быстрее, там только фильм закрылся, и там еще и все убежали. Фильм заканчивался, все еще остались на своих местах, и потом еще и обсуждали. Вот эти мероприятия проходят. То есть у нас роли, это огромные в наших гуманитарных отношениях, Россотрудничество в Азербайджане. И Азербайджан это тоже прекрасно понимает. Ну, вообще, по большому счету, РИК был образован при подписании Советского соглашения между двумя правительствами Азербайджанского республики и Российской Федерации о взаимовыгодных отношениях, развитии взаимовыгодных отношений. Ну, чем мы и занимаемся, мы спрашиваем, приходим к молодежи, что их интересует, что им интересно, что на самом деле мы можем им дать. Наверное, это самое главное, что сейчас мы можем сделать. Согласна. И хотела бы отметить, да, что фильм «Знаешь, мама, где я был», мне кажется, понятен вообще всем, всем не только на постсоветском пространстве, проживающим гражданам, но и всем культурам в том числе. И Азербайджан является одной из немногих стран, которых именно мультикультурализм стал частью государственной политики. Наверняка этот опыт должен представлять особый интерес в том числе и для российской молодежи, хотя и нам эти идеи близки. Как на Ваш взгляд? Вы знаете, на самом деле нам эти идеи близки, и мы похожи с Азербайджаном. У нас тоже мультикультурализм присуществует. Не то, что существует, он есть. Мы можем друг другу как бы помогать взаимо обогащать в этом направлении. Я тоже, когда я был в Азербайджане много раз, уже будучи еще, будучи депутатом, и замечал, как здесь, знаете, не вот это название, которое мне очень и очень не нравится, и не нравится даже у нас, толерантность, да, толерантность – это что? Это терпимость, да. Все-таки, вот сегодня я сейчас, сегодня общался, опять же, на мероприятиях, толерантность все-таки это, ну, не для нас, наверное, не для России и не для Азербайджана. Это не терпимость, а взаимоуважение. Когда русские идут к азербайджанцам, когда Рамадан там, когда азербайджанцы идут к русским, когда Масленицы и Пасха. То есть это уже уважение, наверное, а не толерантность. От толерантности я как раз бы хотел бы сам уже избавиться. Ну, я по-своему, или по-своему. Ирек Энерич, скажите, пожалуйста, вопрос, наверное, близкий вам по духу. Как продвигается сотрудничество, молодежное сотрудничество России и Азербайджана в сфере спорта? В сфере спорта великолепно. Скоро же, в августе, должны будут после Олимпиады пройти игры стран СНГ в Казани первые. И об этом сейчас тоже много здесь говорят. Но, опять же, из-за этой пандемии много что, ну, так скажем, откинилось. И, я не знаю, игры эти стран СНГ должны были пройти еще в прошлом году. Как они состоятся в этом году, не знаю. Хотя подготовка полна в ходу. Потом, я знаю, например, многие спортсмены из Азербайджана уезжали в Россию, когда пандемия началась. Когда у нас, например, были уже открыты спортивные площадки. А здесь еще было все это закрыто. А спортсмены приезжали в Россию и тренировались в России. Мои знакомые, например, до сих пор все еще потренируются. Хотя уже здесь ослабление пошло в этом направлении. Также вот буду, может быть, сам на своем примере стараться что-то привнести. Потому что пришел здесь в секцию водного пола, которая мне близка. И сказал, что я готов на безвозмездной основе, той лишь даром, попробовать как-то помочь развиваться в водном поле в детском в Азербайджане. Уже тоже уже был на нескольких тренировках. Тоже вместе с ними занимался. И великолепно, что водные виды спорта здесь тоже открываются. Они тоже готовы принять российскую сторону. Здесь великолепные базы, которые могут быть полезны в спортсменном федерации. А какие интересные проекты и по каким направлениям все же ожидаются в таком сложном, осложненном пандемии в 2021 году? Выходите ли вы из положения? Знаете, первое, что мы сейчас уже немножко тоже стали дополнительные курсы у себя развивать. Например, не просто курсы русского языка или еще что-то. Мы сейчас хотим развить курсы риторики, ораторского русского, финансовой грамотности. Кстати, вот забыл, что сказать еще. По итогам Олимпиады, которая на русском языке у нас проходила по-другому, Банк ВТБ подарил сертификаты обучения финансовой грамотности победителям этой Олимпиады. И сейчас уже эти курсы у нас тоже проходят. Мы будем стараться их развивать дальше. Также мы хотим интеллектуальные игры развивать. Мы тоже с министерством образования немножко так связались, поговорили. Есть тоже заинтересованность. Будем стараться в этом направлении что-то делать. Это своя игра, брейн-рид, что-нибудь, где-то, да. Кстати, мы с директором частной школы на эту тему тоже разговаривали. Это тоже интересно. Проекты со многими здесь организациями хороших отношений, в том числе, где я сейчас нахожусь. Я сейчас нахожусь не в российском культурном центре нашем, а нахожусь в центре современного искусства ЯРА. Это тоже такое, ну, притяжение молодежное. Здесь работает хорошая команда молодежная. И вот мы с ними уже несколько проектов сделали. И сейчас мы прорабатываем еще ряд проектов. Например, очень много связано, что связано Азербайджан. Например, православие в Азербайджане. Сколько храмов было построено. Здесь когда-то в Азербайджане был храм Невского в центре города. Один из самых крупных храмов в Европе. Например, архитектура. Классицизм своеобразный. В советское время, когда он затронул несколько городов. Это Москва, Азербайджан, Баку и Харьков вроде. Эксперименты на этом в 20-е советская власть устроил. Немножко перестраивая архитектурность. И поэтому потом здесь, например, вот таких людей просто по личности можно взять. Личность, например, нумизматика. Один из самых основоположников нумизматики. Не только азербайджанской, но и Закавказья. Прохоренко вроде бы. Вот по нему может быть что-то попытаемся сделать. То есть по личности. Ну, то есть проектов много. Будем стараться их вместе опять же. Здесь мы много работаем с МПОшками. С неправительственными организациями, с молодежными. Мы хотим вместе с ними эти все проекты осуществлять. Что ж, мы приглашаем наших коллег из обеих стран к участию в этих мероприятиях. И надеемся на популяризацию российско-азербайджанского молодежного сотрудничества, в том числе и на площадках фонда Горчакова. На современном этапе данное отношение мы сегодня обсудили с руководителем представительства Россотрудничества Азербайджанской Республики, Российско-Информационного культурного центра в Баку, Иреком Зиннуром. Спасибо вам большое еще раз, Ирек Айдарович. Ждем вас снова в нашей программе, продолжить данный диалог. С вами в прямом эфире была Анна Горохова. Смотрите, мнение экспертов в следующий четверг, как обычно, в 18.00 по московскому времени. До встречи. До встречи, до свидания.